Как влияют отношения мужчины с матерью на восприятие им других женщин? Действительно, отношения с матерью являются драмой мужского взросления. Это в свое время отметил Фрейд и создал из этого абсолютно патологическую концепцию, которая лежит в основе всего психоанализа, что мальчик сексуально желает свою мать, ревнует к отцу, боится, что этот отец его прихлопнет, сам хочет прихлопнуть отца. И, в общем, иди-по в комплекс, и привет. Теперь даже уже классические психоаналитики поняли, что они немножко перестарались. И, к счастью, эта версия отложена. Но действительно, есть ряд вещей, которые в периоде взросления мальчика влияют на его будущую мужественность. Самое важное, что нужно понять. Вообще, женщина внутри самой себя чаще всего, я сейчас не говорю про, кто отказывается в этом себе признаваться, нуждается в том, чтобы в мужчине ощущалась сила, решительность, готовность нести ответственность, принимать на себя решения и так далее. И проблема состоит в том, что воспитанием мальчиков в обществе, как правило, занимаются женщины. Как вы знаете, в более древних культурах, где мужественность была очень важной вещью с точки зрения выживания соответствующих племен, соответствующих социальных групп, воспитанием мальчиков всегда занимались мужчины. Мальчик сначала находился в общем детском саду, где не было половых различий. После этого мальчик проходил инициацию и переходил на условную мужскую половину. Или получал своего какого-то такого ментора, воспитателя и так далее. И уже воспитывался как мужчина. И к нему были соответствующие требования, предъявляясь там и так далее. Вся эта система была порушена. Воспитанием мужчин занялись женщины. Женщины воспитывают в детском саду, в школе, преподавательницы, медицинские работники. И даже в детской комнате милиции работают женщины с мальчиками. На химовском училище, я должен сказать, появились воспитательницы. Там, правда, дети маленькие еще. Я как учился, там мы уже все-таки были постарше. Вот, в общем, короче говоря, женщины приставлены к мальчикам. Ну, они к девочкам тоже приставлены, но приставлены к мальчикам. А что такое воспитатель? Воспитатель – это источник силы. Воспитатель – это тот, кто может наказать. Воспитатель – это тот, у кого надо искать поддержки. Тот, перед кем надо склонять голову. Кого надо слушаться. Вот, и теперь представьте себе мальчика, который, в общем, имеет изначально хорошую, нормальную, естественную мужественность. И он оказывается постоянно под давлением сильной властной матери, оказывается под давлением таких же учителей, учительниц, воспитательниц, врачей женского пола и так далее. И у него постепенно, конечно, формируется вот это ощущение, что он должен как-то испытывать перед женщиной какой-то, я не знаю, пиетет, ее бояться, как-то заслуживать ее расположение и так далее. Вот, кого-то из женщин подобный подход может, наверное, радовать, но психологически, и если мы говорим особенно о сексуальных переживаниях, подобная нерешительность, подобная какая-то мужская слабость, неуверенность и так далее, не потенцирует женскую сексуальность и мешает женщине получить полноценный сексуальный опыт. То же самое касается и отношений в паре, потому что в паре женщина тоже ожидает, что она может положиться на мужчину, что она может доверить мужчине решение кучи всяких вопросов. А если он демонстрирует нерешительность и так далее, ну, конечно, женщины берут, так сказать, все в свои руки, куда одеваться. Но при этом это, конечно, тоже такая проблематичная вещь. Ну вот, значит, плюс, ну, матери у мальчиков могут вести достаточно такую сложно организованную собственную личную жизнь, да, потому что, ну, часто, в принципе, мальчики воспитываются мамами-одиночками, как это бы раньше сказали, сейчас не знаю, как правильно говорить, чтобы никого, значит, не травмировать. Значит, ну, действительно воспитываются мамами, а маме нужно устраивать свою личную жизнь, вот, поэтому в жизни мальчика появляются разные мужчины, и у него здесь действительно возникает ревность, вот, ревность к отцу тоже может быть, но она немножко другого порядка, вот, когда появляются чужие мужчины, у которых, у которых есть притязание на мать, притязание на мать, как бы, как в этом, ну, в общем, которые, у которых что-то с мамой происходит, в общем, для мальчика это тоже травматичная история, потому что, ну, здесь возникает естественная ревность, вот эти какие-то болезненные чувства, какие-то комплексы нарождаются там и так далее. Поэтому, да, по разным причинам, он, прежде всего, просто структуре того, как воспитывается мужчина в нашем обществе, во-вторых, потому что мама может обладать или тяжелым характером, или вот таким, как бы сказать, или строить там с лонгой свою личную жизнь на глазах у ребенка и так далее, все это может создавать вот такие напряжения, которые в последующем скажутся на том, что мальчик будет бессознательно, неосознанно искать, например, таких сильных женщин, вот, а сильные женщины зачастую это, как это бы правильно так сказать, они так снаружи сильные, вот, с ожиданием, что мужчина, увидев сильную женщину, он как-то воспрянет и будет еще сильнее, и еще будет, еще будет, еще будет круче и прекрасней, вот. И в результате, как бы, провоцируя мужчин на большую мужественность, такая внешне сильная женщина начинает привлекать к себе как раз мужчин, которые, ну, так, как раз хотят доминантную мать, мать, женщину хотят доминантную, и дальше такая фрустрация, хотела сверхсильного, а получила сверхслабого. Вот. Ну, и еще есть куча других вариантов, значит, на всех остановиться не будут, но, да, отношения с матерью важны для того, для того, как мужчина будет дальше строить отношения с женщиной.